В эфире канал России итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. На этой неделе глава республики Рашид Тимрезов провел прием граждан. Жительница Черкесска подняла вопросы о проведении ремонта дороги по улице Светлая. Рашид Тимрезов сообщил, что работы будут произведены в рамках реализации нацпроекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Положительно решился и вопрос жительницы Черкесска, которая обратилась с просьбой заменить лифты в многоквартирном доме по улице Гутякулова. Кроме того, по просьбе одного из обратившихся в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» будет установлена новая контейнерная крытая и огороженная с трех сторон площадка, оснащенная пятью современными евроконтейнерами для сбора ТКО. А еще жительница Черкесска попросила устроить ребенка в ясли в связи с досрочным выходом из декретного отпуска на работу в коррекционную школу. Глава республики подчеркнул, что качество исполнения поручений будет держать на личном контроле. В Карачаевске состоялось торжественное открытие Центра молодежного инновационного творчества, в котором детей знакомят с интересными, а самое главное – востребованными профессиями. В мероприятии приняли участие глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, члены правительства, мэр Карачаевска Альберт Даддаев. С подробностями Аслан Гирюгов. 2021 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом науки и технологий. И для нашей республики открытие Центра молодежного инновационного творчества – один из первых шагов в данном направлении. СМИД представляет собой открытую площадку, где дети и подростки могут научиться воплощать свои идеи и функциональные модели. Здесь будет проводиться бесплатное обучение молодежи новым технологиям, робототехники, цифровому производству, моделированию, прототипированию и работе на станках. «Самое главное, что я увидел, это как горят глаза у детей. И видно, что им это все нравится. Вот я сейчас столько штук пообщался. И более того, это принесет им практическую пользу в жизни. Мне больше всего понравилось, что больше всего понравилось. Конечно, это интерес и увлеченность детей. И, конечно же, ребята, которые изначально этим начали заниматься, и то, что, во-первых, увлечены, вовлекают в этот процесс все больше и больше детей». На базе Центра молодежного инновационного развития дети смогут ознакомиться с такими профессиями, как ТД-дизайнер, программист, конструктор, оператор, видеограф. Помимо этого, немаловажным направлением работы данного центра является то, что ребята смогут участвовать во всероссийских конкурсах с проектами по благоустройству в малых городах. «Детям очень нравится. Они обычно в восторге, особенно когда увидят наших роботов. Им очень сильно нравится. Любой желающий, если он захочет сюда прийти, научиться чему-то новому, он может прийти сюда и спокойно этому научиться. А с детьми с какого возраста вы начинаете заниматься? Желательно старшие школьники, а так можем и со средней школой детей тоже принять в группу». Данный проект реализован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В эпоху цифровизации технологии становятся совершеннее. Есть здесь и видеозона. Помимо других профессий, здесь школьники смогут освоить азы телевизионной кухни. Открытие такого центра поможет детям освоить азы 3D-моделирования, фото- и видеомонтажа и в будущем освоиться с выбором профессии. Аслан Гирюгов, Расул Берди, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Также в Карачаевске прошло участвование инструкторов, которые в момент схода лавины в Домбайе 18 января спасли детей. Глава республики Рашид Тимрезов поблагодарил Аслана Джирикова, Замира Капушева и Мурата Байрамукова за спасение детских жизней. За их самоотверженность, смелость, высокую гражданскую позицию и вручил им награды с ценными подарками. Во время схода лавины они работали с детьми на учебном склоне и накрыли собой их от надвигающейся лавины. Ребята вспоминают, что в тот день все произошло быстро и времени на раздумия не было. Считают, что на их месте каждый поступил бы так же. В свою очередь глава республики Рашид Тимрезов отметил, что их профессиональная реакция и действия – пример для многих спасателей и инструкторов, которые работают в Домбайе. Я обучался на тот момент с девочкой, 8 лет. Времени не было, в принципе, на раздумий ни на что. Я схватил девочку, побежал в сторону. Не успевал отбегать, потому что уже понимал, что приближается лавина, получил ее на землю и постарался ее как-то прикрыть, как-то, не знаю, обезопасить. На тот момент другого, в принципе, в голову мне не пришло. Я стоял лицом к склону, но мальчик впереди. Я увидел лавину, успел забежать, схватить и все. Нас понесло. Все, больше… Долго это длилось, по ощущениям? Я не знаю, мне уже дыхания не хватало. Ну, нас уже перестало нести. Правой рукой у меня левая занятая была. Ну, откопался, смотрю, просвет. Мальчика поднял и все. И сам откопался и передал родителям. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Дарите эмоции. 585 Золотой. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Вецкие меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Требуется специалист по работе в сфере коммуникации на государственную службу. Если вы коммуникабельный, образованный, легко обучаемый и широким кругозором, ждем ваши резюме. Справочная информация в режиме будних дней с 9 до 18 часов по номеру 8 878 2 26 15 95. Субтитры создавал DimaTorzok Глава Республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем управления Роспотребнадзора региона Сергеем Бескокотовым. Было отмечено, что в республике отмечается тенденция к спаду заболеваемости. Главный санитарный врач положительно оценил темпы вакцинации населения в регионе. На сегодняшний день от COVID-19 привились 4,5 тысячи жителей. Эта работа продолжается. На этой неделе ФСБ России пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества, запрещенной в России Международной Исламской Организации от Токфир Вальхиджра. В четырех субъектах, в том числе и в Карачаево-Черкесии, задержаны 19 радикалов, которые помимо пропаганды, идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение терактов на Северном Кавказе. В ходе обысков по местам их проживания и конспиративных сборов изъято свыше 40 экземпляров экстремистских материалов, а также в лесном массиве нашей республики обнаружен тайник с пулеметом-автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более трех килограммов в тротиловом эквиваленте, в том числе пояс смертника с поражающими элементами. В настоящее время задержанным предъявлены обвинения в отношении десяти организаторов и активных участников экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Эльбрус предполагалось переименовать в пик Адольфа Гитлера. Такой подарок фюреру готовились преподнести офицеры егеря немецкой армии, у которых и возникла идея водрузить на вершину флаги в знак захвата. Стяги со свастикой развивались на Эльбрусе до тех пор, пока 78 лет назад. 17 февраля их не заменили на Красное Знамя Союза. Фатима Даурова об отваге и борьбе советских солдат-альпинистов. С 13 по 17 февраля 43-го года советские альпинисты совершили тяжелейшее восхождение на Эльбрус. У них была только одна цель – сбросить с вершин пятитысячника немецкие штандарты и водрузить знамя Советского Союза. Им это удалось. Так закончился самый тяжелый оборонительный этап битвы за Кавказ. Только кадры военной кинохроники могут передать атмосферу происходящего. Фашистские стяги на Эльбрусе, самой высокой горе Европы, появились спустя всего месяц после начала немецкого наступления на Кавказ. В первых числах января 43-го года, когда стало ясно, что Германия терпит поражение в районе Сталинграда, горные части немецких войск стали покидать перевалы главного Кавказского хребта. Кавказ стал уже ловушкой для вермахта. Спешно отступил и отряд егерей, ранее хваставшийся захватом Эльбруса. Однако снять гитлеровские флаги оттуда оказалось трудной задачей. День сегодня выдался примерно таким же, как, наверное, и тогда. За окном погода минус 9. Я стою и держу микрофон, мне холодно, в полном обмундировании и то чувствую холод. На секунду задумайтесь, какой подвиг совершили советские солдаты, взбираясь при таких нечеловеческих условиях на вершину. Операция была поручена специальной группе из 20 военных альпинистов под руководством опытного спортсмена, полярника и ученого-метеоролога, военного инженера третьего ранга Александра Гусева, за плечами у которого было зимнее восхождение на высочайшую гору Кавказа. Подъем затруднялся заминированными отступившими немцами, тропами и ураганным ветром. Видимость не превышала 10 метров, а свирепый ветер валил с ног. Но 13 февраля 43-го года фашистский флаг с западной вершины Эльбруса был снят и вместо него установлен советский стяг. Несколькими днями позже при усилившейся морозе в минус 40 на восточной вершине был выдернут обломок древка с обрывками нацистского флага и установлен алый стяг СССР. Вы все знаете, что экспедиции на Эльбрус осуществляются именно в августе месяце. Представьте, вот в феврале месяце, не имея тех обмундирований, которые на сегодняшний день мы имеем современные, ну и с ними вряд ли кто-то решится подняться по такой погоде. А в то время поднялись наши ребята, вместе с ними поднималась и съемочная группа. Даже тяжело представить, что им пришлось преодолеть. Но враг просчитался в одном, что это была наша земля, наша родина и победа могла быть только нашей. Склонив голову, мэр города Карачаевска Альберто Таев ушел мыслями в события давних военных лет. Я думаю, сколько эта война унесла таких жизней, героев. То, что героев мы знаем, это же только мелочь из числа, кто реально совершил подвиг. Поэтому я думал о судьбе, об этом неизвестном солдате, потому что и мой дедушка тоже пропал без вести на войне. Ну, такие мысли были. Стало традицией каждый год 17 февраля при любых погодных условиях почитать память советских солдат здесь, в поселке Орджоникидзовский, у мемориала с защитником перевалов Северного Кавказа. Стоя у вечного огня на могиле неизвестного солдата, мысли становятся кристально чистыми, чувства обостряются, а стук сердца в унисон отбивает ритм фразы «Никто не забыт, ничто не забыто». В эти дни отметил бы свой день рождения заслуженный журналист Карачаева-Черкесии Баталбек Затляужев. Около 40 лет он посвятил печатному изданию на ногайском языке. В последние годы Баталбек Владимирович был редактором газеты «Ногайский вестник», активно участвовал в общественной жизни своего народа, о творчестве известного журналиста Алла Динаева. Статьи, очерки, рассказы, литературные пародии, афоризмы, юмор и сатира. Во всех этих жанрах журналистики Баталбек Затляужев искусно творил. Он первый и пока единственный ногайский пародист, а юмористические случаи для своих миниатюр брал из жизни соседей и друзей знакомых. Юмор в жизни Баталбека Затляужева занимал особое место. В наше трудное время люди чаще хмурятся, чаще вздыхают. Я хочу просто, чтобы они чаще улыбались. Человек, который понимает юмор, человек, который любит юмор, он не может быть злым. Он будет относиться с добротой к окружающим. Баталбек Затляужев обладал отличным чувством юмора, и друзья его это знали. И однажды о нем Арсланбек Катаганов, который работал в газете «Ленин и Йолу», рассказал главному редактору газеты Баубеку Карасову. Тогда Баталбек Затляужев работал в Ханты-Мансийске, и туда пришло письмо с приглашением на работу в Ногайскую газету. Но это Баталбеку Владимировичу было финансово невыгодно, он хорошо зарабатывал на севере. Но мама, которая вырастила нас одна, очень хотела, чтобы я вернулся в Харачево-Черкесию, и я не устоял, вспоминал потом Баталбек Владимирович. И с тех пор и всю свою жизнь он был верен журналистике и редакции Ногайской газеты. Я тоже уже прожил нормальную жизнь. Раньше бытность, в детстве моем, в отроческие годы, люди были намного добрее. Уходя, допустим, мы не запирали двери, никто не заходил, никто ничего. Сейчас огородились высокими заборами, никто, допустим, не спешит на помощь тому, кто в ней нуждается. Вот эта черствость меня сегодня беспокоит больше всего. Баталбека Зитляужева всегда отличала органичность, сочетание в творчестве добрых народных традиций народов Харачева-Черкесии и, конечно, особое мастерство пера. Ногайскому читателю Баталбек Зитляужев больше полюбился как автор юмористических рассказов и миниатер, аудитория была большая не только жителей Харачева-Черкесии, но и Ставрополя и Дагестана. А в 2012 году начал издавать газету «Ногайский вестник» на русском языке. Эту идею внашивал более пяти лет, а материалы начал собирать еще раньше, использовал для статей и архивные запросы. Рурналистика означает для меня очень многое, потому что эта профессия открыла мне глаза на мир. Конечно, я побывал во многих местах, встречался со многими интересными людьми, с известными режиссерами, писателями, журналистами, с простыми рабочими. И каждая встреча дала мне очень многое. Баталбек и Тайват вырастили сына и двоих дочерей. Светлана и Райме пошли по стопам отца и стали журналистами. Светлана Кокова много лет руководит Ногайской редакцией ГТРК «Карачева-Черкесия». Как рассказывают дети, отец был интеллектуалом. Он перечитал огромное количество литературы и любовь к знаниям и журналистике привил нам, говорят Светлана и Райме. Папа был очень трудолюбивым. В последние годы он один работал над Ногайским вестником и все свои средства вкладывал в это издание, делятся дочери. Но Баталбек Зитляужев не успел издать свою книгу. И Светлана и Райме планируют собрать воедино все рукописи и публикации отца и выпустить это издание. Алла Динаева, Расул Бердиев, Роберт Джигутанов. Вести. Карачева-Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Дарите эмоции. 585 Золотой. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Вецкие меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Куртка в подарок. Куртка в подарок. Сегодня Международный день родного языка. В нашей многонациональной республике этот праздник особенно актуален. Сегодняшний гость нашей программы – кандидат филологических наук, сотрудник Института гуманитарных исследований Марина Дышекова. О современном состоянии родных языков с ней беседовала шерифа Атлепшокова. В последние годы проблема родных языков стала когда особенно острой. Мы все помним, как три года назад депутаты Государственной Думы внесли такой законопроект, согласно которому изучение родных языков в школах из обязательного должно было стать добровольным. Так это вызвало очень широкий резонанс, большей частью негативный. Но только ли от школы зависит знание родного языка? К счастью, тогда не приняли такой закон, что языки родные должны изучаться на добровольной основе. Потому что сейчас существует закон, даже в регионе у нас есть такой закон, который говорит о том, что изучение родных языков является обязательным в школе. Но, к сожалению, на изучение этих родных языков у нас дается всего три часа в неделю, что очень мало, я думаю, чтобы изучать его на том уровне, к которому мы все стремимся. Эти три часа еще делят на два часа языка, изучение языка, и один час на изучение литературы. Ну, вы и сами, наверное, видите, что этих трех часов не хватит даже на то, чтобы ввести ребенка в курс того, что мы должны изучать. Ну, если все это перейдет на добровольную основу, я так боюсь, что изучение родного языка будет на этом приостановлено, потому что родители начнут отказываться. Но изучение родного языка зависит не только от школы. Я считаю, что изучение родного языка идет с семьи. Не зря говорят, что родной язык – это язык матери. И семья в основном уже направляет ребенка, как он будет изучать. Отношение семьи к изучению родного языка во многом зависит и само изучение этого родного языка. На ваш взгляд, какие изменения нужны в сфере образования, чтобы изучение в школах родного языка и литературы было более продуктивным? Для более эффективного изучения родного языка я считаю, что нужно увеличить количество часов в школе. Программы вот сейчас пишут. Программы для общеобразовательных школ Республики на базе Республиканского института повышения квалификации. Я знаю, что они готовы и ждут утверждения в Москве. Мы знаем, что нехватка учебников раньше была у нас в Республике, но, к счастью, сейчас учебники стали издаваться. Издаются учебно-методические пособия, к ним прилагаются программы. Единственное, что я бы хотела, чтобы родной язык изучался непрерывно. Это я говорю о том, что если родной язык будет изучаться с детских садов, тогда уже наши детки будут более на игровой форме. Они будут изучать язык и дальше с этим языком они продолжат дальше изучать в школе. В семьях, к сожалению, сейчас мало говорят на родном языке. И у многих детей сейчас возможность поговорить на своем языке остается только в школе. Особенно в городской школе дети приходят с незнанием родного языка. И учителя вынуждены сначала развивать их речь. Кроме того, что они должны будут им давать буквы, на изучение букв уходит очень много времени. Немало споров среди лингвистов вызывает содержание современных учебников по изучению родного языка и литературы. Как вы думаете, что в них должно быть более инновационное, а что должно оставаться по-прежнему традиционным? Я думаю, именно по языкам там есть правила, которые ты не сможешь убрать. Эти правила. Правила пунктуации, правила орфографии, они одни и те же. Но надо сделать так, чтобы они были более увлекательными. И вот учебники родного языка, которые сейчас издаются, мне кажется, они более приспособлены к современным деткам. Что касается литературы, то, естественно, дети должны знать не только современную литературу, но и классику. Я считаю, что в учебниках по литературе должны быть как классические авторы, которых мы знаем, с которыми мы знакомы, которые учат нас доброму, которые объясняют нам, как жили люди в те времена, ну и современные авторы. Другое дело, что нам сейчас не хватает вот этих современных авторов, которые пишут на родном языке. У нас, например, в черкесском языке очень мало осталось писателей, поэтов, произведения которых можно включить в учебник, потому что не пишут. Я давно говорю о том, что сейчас надо увлекать детей на творчество, чтобы они начали писать. Я знаю, что научно-исследовательский институт делает немало для популяризации родных языков. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. Печатное слово всегда являлось проводником между наукой и образованием. Известно, что лексическое слово фиксируется в словарях. Сейчас в отделе языков народов Крачаева-Черкесии ученые-лингвисты вплотную работают над тем, чтобы разработать словари, издать их, чтобы слово все-таки оставалось с нами на многие года. Сотрудники нашего отдела делают все, чтобы престиж родного языка среди молодежи возрастал. Для этого они выпускают исследовательские работы, словари, билингвальные словари, словари языков народов Крачаева-Черкесии. Спасибо вам за интервью. Также для Абдурахмана Даюнова важной темой остается вакцинация. Ахмад Халкевич с подробностями. Абдурахман Мусаевич больше полувека своей жизни посвятил благороднейшей из профессии – профессии учителя. Он является заслуженным учителем России и Крачаева-Черкесии. Разумеется, просьба верного зрителя телеканалов семейства ВГТРК не могла оставить равнодушным директора нашей телерадиокомпании Светлану Казиеву. По ее поручению команда КТРК Крачаева-Черкесия во главе с заместителем директора по технике Евгением Гладуниным выехала Сары Тюз. На месте Евгений Александрович сразу же определил своим профессиональным взглядом причину отсутствия сигнала. По его словам, проблема заключается в особенностях и местного рельефа. Просто ДМВ-антенну на дециметровые волны купить. Они продаются именно для цифрового и эфирного телевидения. В идеале, конечно, с усилителем, если купить. Там усилитель в ней строит. И все. То есть антенна ДМВ с усилителем. И я должен сказать, что процентов 80 сигнала вы получите здесь. Да все хватит. Все, это в идеале. Это самый хороший сигнал. 80%. Вот тут не хватает буквально 5 метров. В сторону отойти 5 метров. Вот эту гору обойти надо. Вот и все. Вот тут сигнал есть, я уверен, на 100%, где мы стоим. Как рассказывает сам Абдурах Мандуюнов, сигнал телеканалов семейства ВГТРК «Россия-1» и «Россия-24» пропал в начале сентября прошлого года. Евгений Александрович настроил приемник цифрового телевидения в ручном режиме. И нужные каналы появились. Но как он еще раз отметил, антенну и место ее расположения, чтобы получить устойчивый сигнал, необходимо поменять. Вот это «Россия-1». Вот-вот-вот-вот. Рашид Араспевич. 1 февраля он провел пресс-конференцию. Вот так хотел посмотреть, но не получилось. Абдурахман Мусаевич Дуюнов – человек, умудренный жизненным опытом, привык доверять только проверенным источникам информации. И в этом плане государственные средства массовой информации вне всякой конкуренции. Ну а блок регионального вещания на канале «Россия-1» дает полноценную информационную картину дня именно нашего региона, резюмирует он. Чувство высокой гражданской ответственности и большое желание поскорее вернуться к привычному ритму жизни, побудили нашего героя привиться от коронавируса отечественной вакциной «Спутник В». Сейчас почтенный старец, разменявший девятый десяток, без страха и опасений, посещает массовые мероприятия, общается с людьми вживую. Одним словом, живет так, как он привык жить большую часть своей жизни. Спрашивали, самое главное, вы добровольно? Я сказал, добровольно. Мне 85, вот в этом месте точно. Я сказал, я не боюсь, лучше принимать, вакцинироваться, чем болеть. Действительно, прошло все нормально, сплю, кушаю нормально. А вообще, у меня побочные болезни были. Желудок, кишечный тракт, сердце все. Ну, я думаю, все прошло нормально. Свою признательность создателям вакцины наш собеседник выражает весьма патриотичными, но от этого ничуть не пафосными эпитетами. Он, не скрывая гордости, говорит, наша страна, первой в истории покорившая космос и в момент нависшей над всем человечеством опасности, в очередной раз доказала всему миру, что нет равных нашим ученым. Как еще нам поведал Абдурах Мандуинов, в планах у него возобновить оздоровительную ходьбу, которую он прекратил еще в апреле 2020 года с началом пандемии. Для хорошего самочувствия в течение часа с неспешным темпом необходимо проходить минимум 6-7 километров, говорит он. Ахмат Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Джигутинский район. Вековой юбилей отметила жительница Усть-Джигуты Халимат Гербекова. Тружица тыла всю жизнь работала на различных предприятиях бухгалтером. Пережила тяготы депортации. Сегодня она в заботливом окружении детей, внуков и правнуков. Поздравить именинницу со столетием пришли представители администрации города и наша семечная группа. С подробностями Мурат Джанкезов. Халима Торизбиевна, с днем рождения вас. С замечательным праздником вас поздравляет президент Российской Федерации Владимирович Путин. Рашид Борисбиевич Тимрезов, глава республики и глава нашего района Мурат Алибич Лайпанов. Поздравляем вас где-то в подарке. Огромные букеты цветов, телевизор, пылесос. Подарков в этот день много, но главный подарок – это родные и близкие, которые бережно и с трепетом относятся к юбиляру. Халима Торизбиевна – десятый ребенок в культурно образованной семье. К примеру, ее брат Бастанов Хасан – член Союза писателей СССР. Другой брат работал в область полкоме, сестра – директор винзавода Карачаевский. Еще один брат проработал директором школы в УЗГУТЕ. Сама именинница всю сознательную жизнь проработала главным бухгалтером на различных предприятиях. Сто лет, говорю, это не так уж и много. Чтобы вы еще прожили столько же, и вас окружали ваши любимые дети и внуки. Я думаю, что у вас замечательные дети, которые ежедневно молят Всевышнего о вашем долголетии. Супруг Халимат Гербековой – ветеран войны, участник обороны блокадного Ленинграда. К сожалению, его уже нет с нами. У них родились сын и трое дочерей. А еще в ее жизненном арсенале – семь внуков, все с высшим образованием, и пять правнуков. Они только начинают постигать язык жизни. Для них всех и сегодня незыблемы приоритеты, когда-то расставленные мудрой бабушкой Халимат. Она учила нас, чтобы обязательно образование было у всех. Потом, чтобы ни в коем случае зло, даже отец и она нас учили. Если можете, никому зла не делайте. Будьте внимательными. Потому что, говорят, мы выросли в такой семье, у нас все были честные, добрые, любимые. Она у меня очень такой родной человечек. Добрая, внимательная очень. Очень, очень внимательная, очень. Такая добрая женщина. Халимата Розбиевна имеет государственные награды, как работник тыла и многочисленные юбилейные медали. Тихая, скромная и доброжелательная именинница поблагодарила за оказанное ей внимание. Спасибо за ваш труд. Живите долго. Мурат Жанкиозов, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачаева, Черкисия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание. Пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин